приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас агрогороскоп с 13 по 16 октября 2021 года это время растущей луны в знаке водолей время московское благодаря этому времени с помощью интернета можно определить время своей страны время своего региона 13 октября в среду это время дня перед переходом луны в знак водолей и переход будет почти в конце суток поэтому 13 октября и это еще время козерога и очень интересное время потому что у нас будет в это время переход луны из первой во вторую фазу произойдет в 6 часов 26 минут а значит плюс минус 12 часов плюс луна без курса в 13.55 и до момента перехода в знак водолей луна будет отдыхать поэтому ни посевы ни посадка рассады любой не производится а вот что можно сделать в этот день 13 октября мы можем в саду убирать различные там листья сухие ветки готовить посадочные ямы это очень важно и защищать растения при необходимости от вредителей и от болезней зеленые операции попросили вернуть эту рубрику хотя она она уже практически завершается но у многих на окошках еще растут растения поэтому возвращаем эту рубрику и говорим что в знаке козерог можно проводить зеленые операции только на цветочных и овощных растениях а в теплых странах не надо проводить зеленые операции на других садовых растениях цветы открытый грунт а также комнатные цветы практически одна и та же задача это у нас защита от вредителей и от болезней единственное что комнатным цветам в знаке стихии земли можно дать подкормочки именно тем растениям которые требуют этого а это растения собирающиеся цвести и уже цветущие поливы можно проводить до 21 часа потом переход уже энергии будут в знак стихии воздуха а в это время обычно уже настраиваться растения на дыхание и там уже поливы нельзя проводить поэтому поливы до 21 часа и подкормки вечернее время что касается сбора урожая подготовки к закладке и самой закладки на хранение различных овощей плодов ягод заготовки консервации то это прекрасное время и нужно будет это обязательно делать если у вас запланированы такие дела ну а теперь уже в конце суток у нас чистый начинается водолей время стихии воздуха и кстати у нас время стихии воздуха и 15 то есть четверг и пятница водолей здесь практически все одинаково поэтому я не буду повторяться два дня а вот эти два дня одинаковые виды деятельности посевы водолеи и посадка рассады любой не проводится естественно не проводится посадка и саженцев садовых растений в саду что можно делать можно убирать уборка а также готовить посадочные ямы и защищать растения от различных вредителей и болезней зеленые операции проводим только на цветочных и овощных растениях в тех странах и регионах где тепло цветы открытый грунт снова же там где еще идет вегетация где юг где теплые страны конечно же защита от вредителей и от болезней то же самое для ковных цветов но естественно добавляются зеленые операции это можно сделать обрезать какие-то листики цветоносы уже подсыхающие это можно сделать в этот период 14 15 октября а вот что касается поливов и подкормок то это нужно исключать эти агроприемы из наших планов и работ в эти дни зато со сбором урожая заготовками различными консервации сушка заморозка а также закладка на хранение все у нас позитивно то есть все это можно делать стихия воздуха очень хорошо хранятся и очень вкусные консервации в это время получается но естественно хорошо собранный урожай тоже хранится после 15 уже 16 у нас будет период уже перехода утром луны из знака водолей в знак рыбы вы очень хорошо мне предложили и подсказали вот такой план изложения материала чтобы можно было выполнить работы в знаке основном знаке и перед этим и день после этого итак день после этого это после этого знака водолея в 5 часов утра 22 минуты выходит луна из знака водолей переходит уже в знак рыбы это стихия воды но у нас тоже ночное время было до момента перехода в знак рыбы и знака водолей была луна без курса поэтому была спячка луны но это не влияет ни на какие посадочные посевные работы потому что они не проводятся в водолее зато уже начинается смотрите если в водолее нельзя было это делать то посева с 6 часов утра можно различные зеленые культуры сидераты это все вершки очень хорошо рыбы им покровительствует можно сеять в теплых регионах в теплых странах а также в теплицах там где еще есть возможность это делать а также можно высаживать с 6 часов в любую рассаду снова же там где есть вот такая необходимость то есть в теплые страны отапливаемые теплицы там где снег и морозы то естественно отдыхают все огородники дачники сад что можно сделать в саду в теплых странах и также в южных регионах где еще тепло поливайте ваши растения садовые убирайте сад а также готовьте посадочные ямы к весне зеленые операции в знаке стихии воды не проводятся цветы а здесь уже как раз очень активно можно проводить в теплых регионах посадку пересадку цветочные рассады это все очень хорошо и это с 6 часов утра очень хорошее время для этой работы до конца суток комнатные цветы также поливы подкормочки сейчас хороши пересадка посадка перевалка рассады тех растений которые вы уже укоренили и есть хорошая корневая система пересаживайте можете перевалку растений комнатных делать это все будет очень хорошо для растений в этот период 16 октября конечно же поливы подкормки в стихии знаки стихии воды это очень хорошо но зато выходные наступают для работ сбора урожая заготовок и закладки на хранение рубрика луна для дома для здоровья с 13 по 16 октября 2021 года естественно за день до момента перехода луны в знак водолей у нас будет стихия земли это знак козерога практически весь световой день и почти до конца суток это время стихии земли что можно в этот период делать печку если не растапливали лучше и не растапливайте такое вот притяжение земли в это время плюс влажный воздух и очень сложно пробить вот эту воздушную пробку в дымоходе и у вас будет очень много дыма в это время и вы просто-напросто испортите настроение и свой дом от этого неприятного запаха поэтому пропустите вот это важное дело лучше в стихии воздуха в ближайшее время это можно будет сделать стрижка волос мытье волос и покраска волос в знаке козерог это хорошее дело можно это делать а вот ремонтировать что-то белить красить в доме на даче нельзя это делать потому что это время стихии земли высокая влажность получается очень плохо сохнет то что мы красим впитывает очень быстро и получается и щетки видны и покраска неровная и долго сохнет и также кстати проветривание вещей тоже нельзя делать какой-то неприятный запах набирают вещи в этот период даже если солнечная погода рукоделие да в козероге это время творчества поэтому любое рукоделие все что связано с творчеством для шитья для вязания для приготовления это все приветствуется и это очень хорошо для этих видов деятельности стирать тоже очень хорошо а также убирать тоже можно любая уборка любые задачи все это время главное чтобы было настроение желание это делать а вот уже в четверг и пятницу 14 15 вот совсем другие у нас энергии и естественно будут другие возможности и дела смотрите знак стихии воздуха водолей а водолей это быстрое такое движение поэтому можно первую протопку печки проводить потому что у нас в ближайшее время нету стихии огня вот можно использовать стихию воздуха поэтому попробуйте сухой спирт сначала пробейте воздушную пробку а затем потихонечку с небольшого огня продолжайте растопку и у вас все хорошо получится в водолее можно стричь волосы мыть волосы а вот что касается покраски есть сейчас очень интересные краски у которых есть питательные различные вещества и они восстанавливают волосы поэтому используйте именно в это время очень хорошо использовать вот эти краски ремонт побелка покраска проветривание вещей все в это время будет очень хорошо проходить потому что это время время стихии воздуха сушится очень быстро очень хорошо получается и с ремонтом с проветриванием вещей которые вы выносите любые вещи они остаются сухими не натягивают влаги это естественно если погода не дождливая а может быть и дождь тоже такое может быть рукоделие вот в это время лучше отложить спицы иголку и остальные предметы делаем только то что необходимо как мы что делаем в обычный день стирка плохо отстирываются пятна но это естественно стихия воздуха сухое все и пятна к сожалению для них используем различные вот эти пятновыводители и стираем если это срочно надо уборка очень хорошо тоже проводить уборку в эти дни далее у нас такой день очень интересный это уже переход луны из знака водолей в знак стихии воды это рыбы у нас 5 часов 23 минут печку чтобы вы не делали растопить невозможно будет вот если особенно первая растопка это знак стихии воды вода просто напросто давит и ее пробить невозможно стричь волосы не рекомендуется мыть волосы тоже не рекомендуется и покраску проводить тоже не рекомендуется естественно ремонт сколько я пробовала в этот период что-то красить белить это испорченная краска настроение и нужно будет переделывать все поэтому повремените и проветривать вещи бесполезно даже солнышко на улице а все равно вещи притягивают влагу знак стихии воды рукоделие зато очень хорошо в это время пойдет рыбы это творческий знак и он покровительствует творческим профессиям шейте вышибайте вяжите все что хотите то и делайте у нас у вас все получится потому что это время как раз для этих дел и стирка в это время очень хорошо ваши пятнышки тоже легко выстирается хотя это растущая луна но в знаке стихии воды это получается намного лучше чем другие знаки стихии воздуха с той же того же огня и даже земли вот это самый лучший знак для стирки и убирать тоже можно хотя вот я стеклянные какие-то поверхности советовала бы перенести это на другой день то ли заранее сделать или позже все-таки разводы остаются в это время а остальная уборка хорошо получается а теперь о здоровье 13 октября в среду это время стихии земли это козерог в это время уязвимы в первую очередь вся костная система все кости а также обостряются болезни кожи болит и выдает проблемы желчные пузыри в это время часто требуют внимание там камни начинают беспокоить людей естественно тоже и ревматизм в это время проявляет себя поэтому будьте внимательны своим костям будьте внимательны к ногам к теплу колени лучше смазать их в это время нужной мазью которой вы пользуетесь и пройти этот период спокойно без проблем без нагрузок на ноги и затем уже начать в другой другие периоды периоды те дела которые вы не завершили или собирались только-только начинать что можно в это время есть лучше всего для организма в этот период а в этот период очень хорошо использовать питание морские рыбы морепродукты различные молочные продукты очень полезные орехи они сейчас есть у многих овощи различные зелень отварное мясо вот обратите внимание на эти продукты которые помогут пройти вот этот период луны в знаке козерог для наших организмов для наших тел а сейчас мы поговорим о том что нужно знать в дни водолея это тоже очень сложный период для нашего организма только для других органов и для других систем и так водолеи уязвимы ноги именно лодыжки голеностопные суставы и икры мышечная система кровообращение сосуды ног вот вены расширяются в это время сердечно-сосудистая и нервная системы системы видите насколько много в это время органов и систем на которые нужно обратить внимание и тщательно их оберегать в это время поэтому что самое важное в это время во первых первую очередь для огородников садоводов мазь на ноги и ноги вверх вот что нужно делать не стойте долго не делайте напряжение на свои ноги потому что вены в это время очень уязвимы что из продуктов можно есть а вот в это время уже можно есть мясо колбасок различные абсолютно консервы то что вы законсервировали рыбные мясные консервы овощи горох очень хорошо фасоль разные капусты а также каши из злаковых вот это очень хороший период для вот этих продуктов это у нас был знак водолея на которые мы должны особо обратить внимание 14 и 15 теперь приступим к 16 это уже знак стихии воды рыбы и здесь уязвимы ступни ног кровеносная лимфатическая система а также эпитериальная ткань вот в это время они больше всего наберут на себя удар и так ступни ног тоже вот это очень важно не охлаждать их много не работать и делать вот такие себе и ваночки теплые с травами и ноги должны отдыхать нельзя в это время пить алкоголь абсолютно любой даже пиво нельзя в это время использовать а также будьте внимательны с лекарствами сейчас очень много непонятных лекарств особенно новых с различными формулами непонятными да и бады тоже опасны в это время для наших систем которые на себя берут все сейчас вот во время рыб все задачи для того чтобы содержать организм в гармонии и естественно в здоровье не проводите в это время операции нельзя в это время увлекаться мясными сладкими и мучными блюдами что же можно в это время а в это время можно морепродукты особенно полезна морская капуста различные молочные продукты растительное масло сыр фрукты овощи цитрусовые появились и пряности без всяких добавок сегодня раиса горяченко и александр волик подготовили для вас агрогороскоп а также рубрику луна для дома и для здоровья с 13 по 16 октября 2021 года желаем вам крепкого здоровья берегите себя сейчас особенно сейчас потому что в этот период многие органы и системы подвержены и простудам а также различным инфекциям и вирусам будьте внимательны берегите себя и до новых встреч на нашем канале пока пока